СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА Магазин мужской одежды «Статус» расположен на втором этаже Северного рынка и по адресу улицы Луначарского, дом 2, дробь 14. Не за горами календарная зима, и в магазинах «Статус» вы сможете одеться красиво, уютно, комфортно и тепло. Магазин мужской одежды «Статус» – наш партнер. Ну а вот сюжеты сегодняшнего выпуска. Завершается спартакяда трудящихся нашего города. Ошеломительный успех угличан на областном первенстве по пауэрлифтингу. На прошедших в ноябре соревнованиях по КУДО Роман Шибаев дважды стал лучшим. Два дня в физкультурно-оздоровительном комплексе продолжался всероссийский турнир по настольному теннису «Золотое кольцо России» на призы филиала акционерного общества «Русгидро» «Каскад Верхневолшник ГЭС». Об этом и другом смотрите через несколько секунд в передаче «Спортивная панорама». Завершается традиционно спартакяда трудящихся нашего города, который уже несколько лет организует и проводит спортивный клуб «Спарт». Со временем это, безусловно, нужное и интересное мероприятие только набирает обороты, вовлекая в водоворот соревнований все новых и новых поклонников физкультуры и спорта. В этом году, как и в предыдущие годы, начинали спартакяду 9 команд. К сожалению, на определенном этапе не все команды смогли продолжить выступления в соревнованиях. Так, команда «Птицефабрика» после двух видов выбыла из участия. И сейчас под вопросом команда «Чайка». В связи с тем, что спорторганизатор уже не работает на данном предприятии, и очень трудно сформировать команду. Но мы надеемся, что все-таки такие люди найдутся, и в дальнейшем у нас количество участников будет аналогичным или, по крайней мере, не хуже предыдущих лет. В этом году в соревнованиях, включив соревнования спартакяда, включены 15 видов соревнований. 13 мы уже завершили. Сейчас лидирует, как и в прошлом году, команда «Полиарт» с достаточным отрывом от других команд. Но на второе место, как мы предполагали, благодаря усилиям тоже спорторганизаторов, у нас выходит команда администрации района, команда ветераны и не так далеко от них команда «Спартак». Валерий Анатольевич, наша съемочная группа не на всех видах спартакяда в этом году побывала, к сожалению. Но на тех, которых была, хочется отметить, что все очень четко организовано. Всегда достаточное количество народу, четко организованное судейство. То есть у вас вот это идет с каждым годом, как бы понакатанно, или что-то все-таки вы новое добавляете? Ну, спартакяда – это не просто развлечение. Мы стараемся каждый вид соревнований привести в соответствие с официальными требованиями и правилами. И поэтому стараемся и судейскую бригаду соответствующим образом подобрать. И сами уже спортсмены, предварительно подготовившись к тому или иному виду, выступают в соответствии с этими правилами. И поэтому уровень с каждым годом растет. Наряду с теми, кто уже много лет участвует, наверное, с первых спартакят, есть такие, наверное, в каждой команде, и молодежь присоединяется. Вот этот сплав, он, наверное, и дает как раз импульс, толчок к улучшению результатов. Здесь и молодежь, но вот я уже говорил про команду ветеранов, они, наоборот, старые закалки. В этом году они очень успешно выступили во всех видах. И благодаря Валерию Ивановичу Запрудному он сумел организовать команду, подобрать спортсменов, хотя и трудно сделать. Они разбросаны по всему городу, занимаются различными направлениями деятельности. И, тем не менее, он смог это сделать, организовать команду. И сейчас вот, я бы не сказал, что они молодые, энергичные, но очень опытные и уверенные. Хотя в их команде тоже, в соответствии с положением, могут выступать и молодые в определенном количестве. Команда ветеранов неплохо выступила и в одном из заключительных видов спартакиады. Дартс при всей своей видимой простоте заставляет работать многие системы организма. От глазомера до координационных способностей. Все эти качества присущи одному из лидеров команды администрации района Алексею Морозовым. Алексей, вы лично в скольких видах спартакиады в этом году участвовали? В шести видах. Что у вас получается лучше всего? Неплохо в гиревом спорте выступил, в лыжных гонках, в лыжной эстафете. Легкоатлетическая эстафетия, в забеге на километр. Виды, связанные с нагрузками, с циклическими видами спорта, вам нравится больше всего? Легкоатлетика, вы говорите, лыжный спорт. Ведь наряду с тем, что они требуют большой затраты энергии, они и психологически как-то трудноваты. Ну да, вот, наверное, они этим нравятся, что приходится преодолевать себя и свои слабости, скажем так. Скажите, а вот вопрос, не касающийся спартакиады, в последнее время узнаем, что вы участвуете и в забегах, бегом по Золотому кольцу, марафоны, и какие-то соревнования по пересеченной местности, там абсолютно неизвестны для большинства, так сказать, специалистов, показывают там какие-то неимоверные результаты, участвуют на всероссийском уровне. Как давно это пошло и с чего это пошло? Это началось совершенно спонтанно, буквально, наверное, с этой осени. Просто мы выяснили, что проводится ряд таких забегов, гонки с испытаниями. И начали принимать участие, собрали команду из таких любителей спорта. Я слеживаю в интернете, когда они проводятся, выезжаем. В основном это Москва, Московская область. Это здорово, что на одном желании, на одной сплочке, на себе волю, на энтузиазм. Да, на выходные, дни в свои. И последний вопрос, охарактеризуйте, что для вас это спартакиада, что для города, то есть, что вот это спартакиада? Ну, для города, я считаю, это, конечно, важное событие, потому что включают в себя самые разные виды спорта. Очень много коллективов участвуют. И от коллектива большое представительство по участникам. Я считаю, что надо и дальше, конечно, проводить такие. Я думаю, что будет продолжено. Я думаю, что надо еще расширить ассортимент видов спорта. Я им давно предлагаю плавание включить. Живем на Волге, и у нас нет такого вида, как плавание. Я думаю, организаторы... Надо задуматься. Спасибо вам, удачи, спасибо. Не за что, спасибо. Итоги спартакиады будут подведены на торжественном вечере, посвященном деятельности клуба «Спарт» 17 декабря во Дворце культуры. Наша программа вам об этом обязательно расскажет. В ноябре состоялись чемпионаты первенства Ярославской области по классическому пауэрлифтингу, силовому троеборию, в котором спортсмены выступают без экипировки. Среди мужчин старше 23 лет команда спортивного клуба «Спарт», представляющая наш город, заняла 6 место из 14 коллективов. Причем выступая без девушек, что значительно снизило шансы на успех. Практически все выступающие, а это воспитанники тренеров Сергея Корочкина и Виктора Аксельрода, улучшили свои личные результаты. А Максим Феклистов и Андрей Клементьев стали, соответственно, серебряным и бронзовым призерами чемпионата. Особенно бы хотелось отметить выступление двух спортсменов. Это Тулумбасова Юрия, который пришел вот тут, кстати, два месяца с небольшим назад, проявил гигантское неслыханное упорство и железный характер, я не побоюсь такого громкого пафосного слова, выполнил кандидата в мастера спорта. Он занимался, да, ну так для себя ходил, занимался. Но гигантский, феноменальный железный характер у него. И Клементьев Андрея, который выполнил кандидата в мастера спорта, будучи 45-летним мужчиной в следующей весовой категории, и тоже, кстати, подготовился не больше трех месяцев на это все ушло, по большому счету. И занял при этом третье место. Ну, как всегда, хотелось бы отметить Феклистова Максима, который достойный, что отстоял честь города Углича, команды «Спарк», который занял почетно второе место в весовой категории свыше 120 килограмм. Установил при этом свой личный рекорд в одном из упражнений под названием «жим лежа». официально, а не как бы как, в подвале там где-то 195 килограмм он пожал. Скажите, а вот абстрагируясь, например, от этого чемпионата, от первенства, сейчас, как вы считаете, развитие этого вида спорта в нашем городе успешно идет, наполняемость секции пауэрлифтинга нормально? Да, я считаю, что да. И нужно понимать, что это не массовый вид спорта. Я уже как-то говорил в одном из интервью достаточно давно. Это своеобразный, то есть индивидуальный, где ты борешься не с соперником, а с соперником через предмет, называемый танком. И поэтому тут двойная борьба происходит, и тут нет компромиссов. Либо ты ее поднял, либо не поднял. Да, бывают нюансы в судействе, но они настолько незначительны по сравнению с другими видами спорта. Условностей меньше. То есть все по-честному. Либо ты поднял, либо не поднял. Вот и все. А скажите тогда, все-таки недокомплект команды не хватало женщин. С чем это связано? Ну, прежде всего, менталитет, наверное, женский. В силу того, что не готовы, да и тренера, наверное, в том числе, не готовы давить. Вообще на женщин сложно давить, на чем стало, да? Поэтому как бы... Хотя у нас есть сильная спортсменка, да, есть. Ну, то есть в обозримом будущем мы уже выжили. Обязательно, да. Это даже не оговариваться. То есть обязательно будут выступать. И причем в следующем спортивном году, вот как только придет календарь, будут известны расписания соревнований, график соревнований. То есть обязательно будут выступать. Андрей Клименте в силу разных причин был лишен постоянно тренировочной и соревновательной практики. Однако цели перед собой ставит самые высокие. У меня был перерыв в год. Я уезжал и так вот получилось, но никак не было. Ну, все-таки принять решение поучаствовать в высших соревнованиях области? Ну, приходится, как говорится, свой клуб, чтобы он поддержать, да, чтобы он... Я с лицом не упал на клуб. Все-таки каждый спортсмен, выезжая на соревнования, он что-то планирует. Вот то, что вы запланировали при этой поездке, вам удалось выполнить? Ну, да. Я КМС опять повторил. И молодых тянул, чтобы, как говорится, глядя на меня, хоть давал им толчок, чтобы они меня обновали. Такого волнения не было, как обычно, перед соревнованиями? Было, конечно, потому что перерыв большой был. Я, считай, год ездил на соревнования, и все равно есть такой мандраж был, конечно. Но, как говорится, собрался и выступил. Соперники были самым высшим уровнем, и мастера спорта. Вас это не пугало? Да нет. Конечно, чего бояться, надо продвигаться дальше. Тоже в планах есть, тоже мастера спорта сделать. Ну, я знаю, что разрыв в баллах между кандидатом вас значительный. Удастся вам это сделать? Попробуем. Будем в экипировке. Сейчас большинство экипировки выступает. Мы тоже сейчас приобрели. Мы благодарим вас за хорошее выступление. Спасибо вам. Если мужчины весьма удивили специалистов своими добротными выступлениями, то юноши и юниоры просто ошеломили показанными результатами. Судите сами. Среди юношей в своих весовых категориях сразу три воспитанника тренера Валерия Баскова заняли первые места. Никита Воскресенский, Виктор Рыканин и Игорь Горулев. А сам Басков удостоился приза лучшему тренеру областного первенства. У юниоров третье место занял Артем Корочкин, второе – Александр Усанов, а Владислав Щедилов стал безоговорочным победителем соревнований. Виктор Сергеевич, мы поздравляем весь тренерский коллектив спортивного клуба «Спарты» с таким, я бы сказал, выдающимся успехом. Четыре первых места, второе место, третье место. Практически замечательный результат. Такого, наверное, не было никогда. В чем секрет? Секрет прост – стремление, желание. Воспитанники очень хорошо подготовились, тренера старались. Клуб выделил средства, написал определенные допуски, положения. Мы сели, поехали и победили. Нет, ну все-таки, кроме этого, нужна какая-то система подготовки. Вам удается, как говорят спортсмены, порвать и Рыбинск специализированную школу, и Ярославскую школу? Ну, мы пока еще этого не сделали. Мы приближаемся к абсолютному лидированию, но пока еще приближаемся. Хочу еще, пользуясь случаем, отметить своего воспитанника, это Вихрова Сергея, который выступал вне зачета по мужчинам. У него сложилась такая ситуация, что он учится на пятом курсе Угольского инфекционного педагогического колледжа, заканчивает учебу ему навесной в армию. У него зрение минус шесть на данный момент, и он негоден в армию. То есть ему армию забраковали, то есть таким зрением в армию служить он не может. Но у него очень большое рвение пойти в армию, и тем самым он хочет исправить свое зрение. И вот в среду, в эту среду, он сделал лазерную коррекцию зрения. Поэтому нам пришлось с его операцией на зрение пропустить ему нужные соревнования, где он должен был выступать, в юниорах, где бы, я думаю, что он стал призером. Если не первое место, так второе. Если не второе, так третье, в любом случае. Но он выступал по мужчинам, поэтому он шел вне зачета, вне командного зачета, где выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Уверенно, легко. Даже отказался от третьего подхода в последнем соревновательном упражнении. Он показал все свои абсолютные рекорды. Если он, так скажем, не останется в армии по контракту, но у него цель остаться в армии по контракту. Достойный пример для продолжения для юноши и для тех, кто собирается в армию. Он не годен в армию со зрением минус 6. Не годен. Многие бы согласились с этим и не пошли. А он специально делает операцию на зрение, чтобы быть годным и пойти служить, и остаться по контракту, то есть служить своей родине. Если же что-то произойдет, и он вернется, я буду с радостью, с удовольствием его тренировать, так как будущее у него мастер спорта, международник, там уже как получится. Теперь все наши победители готовятся к первенству России в составе сборной области. Пожелаем им успеха. Новый соревновательный сезон у представителей КУДО начался с побед, и к этому мы уже привыкли. На прошедших недавно чемпионат Ярославской области и турнире Кубок Нордики в Костроме Иван Новожилов занял первое и третье места. А Роман Шибаев уверенно победил в обоих состязаниях, причем в каждом из них получив приз за лучшую технику. Это мои не первые соревнования в этом сезоне, то есть было еще и Иваново, это кубок двукратного чемпиона мира Эдгара Коляна. То есть там я не занял никакого места, то есть так как была очень сильная конкуренция, много очень соперников было, то есть не смог себя полностью реализовать, но дальше уже разогнался, то есть долго запрягает, быстро едет. То есть следующее соревнование было область, это областные соревнования, отбор к ЦФО в Ярославле. То есть там я уже показал себя на полную, на тот момент готовности, и одержал победу в трех боях, и все досрочно. Первый это болевым, удушающим, второй, также соперник, во втором бою я разбил ему шлем, да, то есть там судьи все были в недоумении, начали перчатки проверять, почему такие сильные удары, думали там подкладки. И третий бой, я вот сразился с бойцом из Череповца, таким достойным соперником, и также досрочно одержал верх. 14-го, то есть там уже было поменьше соперников. Это что было? Кубок Нордики, межрегиональные соревнования в Костроме, то есть тоже довольно ответственный турнир. Коммерческие там, да? Коммерческие призы, то есть хотел отметить медали из чистого серебра. Первое место было позолоченные медали, серебряные это за второе место, и бронзовые покрытые напылением, это за третье. То есть здесь я провел два боя, и то есть все с явным преимуществом. Роман, скажите, каково это все-таки разрываться, если можно так сказать, на два дома, и на тренировочном ковре, и как совмещать учебу, нелегкую, скажем прямо, учебу в медицинском университете и напряженные тренировки. Совмещать это очень просто, потому что эти занятия мне очень нравятся. То есть я душой чувствую, сердцем, что это мое, и совмещать оказывается не так уж и сложно, как многие жалуются, что нет времени на то, на сё. Было бы желание. Я живу этим. Мне там не нужно ни клубов, ни гулянок никаких. У меня есть девушка, то есть серьезные все отношения, все это. То есть... То есть все нормально, да? Да. Я уже расставил все по полкам в жизни и знаю, чего хочу. Роман, к сожалению, с вами можно общаться долго, но, к сожалению, форматы нашей передачи не позволяют задать много вопросов. Все-таки главная цель этого сезона, если можно так обоскать. Конечно, это участие в Кубке мира, который пройдет в Австралии уже после лета. То есть это очень серьезный отбор. Это выиграть нужно чемпионат России, первое-второе место. Кубок России, который пройдет в Нижнем Новгороде в мае, если я не ошибаюсь. Проявить себя и показать на все, на что я способен. Спасибо. Очень приятно было с вами пообщаться. Надеюсь, что все, что вы запланировали, оно сбудется. Победы и на ЦФО, и на Россию они придут, они будут обязательно. И на сборах сборной России желаем вас увидеть. Всем добра. Виталий Никитин, вернувшись из армии, помогает Сергею Волкову готовить будущих чемпионов. При этом сам не оставляет татами и на прошедших соревнованиях завоевал бронзовые награды. Наверное, каждому тренеру очень приятно видеть воспитанников, которые уходят в армию, возвращаются и возвращаются не просто на тренерское, на нелегкое тренерское поприще. Расскажите, как это было у вас. Где вы служили в армии, как вернулись? Расскажите вообще. Жил я во внутренних войсках в городе Москве. Ну да, служба пролетела, как бы, и ребята мои, которые здесь остались, тренера и мои ребятки, ну, по спорту, друзья поддерживали всегда. Даже когда я служил там, интересовался, как у них здесь проходит карьера, их спортивная. Ну, многое выигрывали, были и хорошие моменты, и бывали, ну, то, что где-то поражение, ничего страшного. В целом, я могу сказать, что служба прошла хорошо, вернулся и сразу же пришел в зал, где меня очень тепло опять же встретили и помогли встать на истинный путь, сразу же стал заниматься так же. И спасибо за поддержку, скажу огромное, своему главному тренеру Сергею Алексеевичу. Он мне именно помог, много было разговоров. Считай, я уходил, был юниором, пришел сразу, провел первое соревнование по мужикам, было по мужчинам и женщинам. То есть, было нелегко, скажу сразу, был разговор, но благодаря ему, благодаря ребятам по команде, я сумел вовремя сконцентрировать свои силы и добивался призовых мест, что, ну, грубо говоря, мне и помогло это. А в тренерской деятельности все получается у вас? В тренерской деятельности, скажу, да, у меня все, как бы, ну, получается, да, похуй, ребят, ну, как, все не все, когда показывают результат, как я говорю. Бывали победы, бывали призовые, но иногда бывало, что ребятам там где-то чуть-чуть уступали другим сверстникам. А что перевешивает сейчас в вашей деятельности? Это тренерская работа или выступление на татаме? Честно сказать, выступление на татаме. Тренерский коллектив в спортклубе «Витязь» такое многочисленное, надо сказать, как у вас отношения складываются с коллегами? Да, это очень хорошо. В чем мы нравимся, в чем мы и держимся. У нас очень хороший коллектив, везде поддержка, как мы и сами, когда выступаем, так же, когда и ребята у кого-то выступают. Главное, что везде поддержка, она очень везде помогает в любом виде спорта. Ну что ж, спасибо. Пожелаем вам с одной стороны хороших воспитанников, а с другой только призовых и первых местных соревнований. Спасибо. Впереди у воспитанников клуба «Витязь» немало стартов. И при серьезной подготовке, а другой там и не признают, призовые места будут обеспечены. Уже 46-й год подряд в нашей стране проводится турнир по шахматам среди школьников «Белая ладья». И угличане здесь не являются исключением. В этом году семь школ города приняли участие в муниципальном турнире среди обучающихся 2002 года рождения и младше. Острая борьба характерна для всех шахматных баталий. В прошедшем году в нелегкой борьбе командный зачет выиграла восьмая средняя школа. В этом году они тоже боролись за первое место. Немножко не получилось. Физмат оказался сильнее в этом году. Ребята с восьмой школы, кстати, там участвуют из бывших прошлогодних призеров были ребята. Ну, физмат посильнее в этом году. Заметно сильнее. Вот хочется сказать, вот Балакирева Ксюша хорошо выступила, Вайгельман хорошо выступил. Вайгельман вообще только ушел. В пятой школе учился первый год там в физмате. Вот физмат хорошая школа. Получилась сильная команда. И вот седьмая школа с восьмой одинаково очков набрали. 14,5 очков, но по дополнительным показателям седьмая школа оказалась на втором месте. До последней игры было непонятно, кто займет второй, кто третий. Ксения Балакирева несколько лет всерьез занималась шахматами, но сейчас из-за учебы в физико-математическом лицее оставила тренировки. Я была практически чемпионкой области, второе место в области. У меня второй раз зряц был. Скажите честно, настраивались на победу? Честно, да. Поскольку здесь я, можно сказать, самая старшая из всех, ну, седьмой класс, обычно здесь участвуют все младшие классы. Ну, то есть, как-то было бы стыдно проиграть маленьким. Данил Вайгельман занял первое место на сильнейшей первой доске. У меня все получилось. Самое тяжелое, мне кажется, мне было играть с Комаровым Артемом и с Денисом Матвеевым. Денис Матвеев из третьей школы, а Комаров Артем из пятой школы. Дениса Матвеева я выиграл, а с Комаровым Артемом я сыграл в ничью. Помимо Балакиревой и Вайгельмана в состав победителей вошли Сергей Плаксин и Илья Лях. Два дня в физкультурно-здоровительном комплексе нашего города продолжался всероссийский турнир по настольному теннису Золотое кольцо России на призы филиала акционерного общества Русгидро Каскад Верхневолжских ГЭС. Уже в четвертый раз Углич принимает эти престижные соревнования и, несмотря на трудности в экономике, организаторы сделали все возможное, чтобы сделать настоящий праздник для любителей и профессионалов малой ракетки. Цель такая Русгидро не только Каскада Верхневолжских ГЭС, а вся наша компания большая, которая расположена на многих территориях Российской Федерации перед собой ставит. То, что начинается, не может закончиться просто. И все наши программы, они комплексные, в том числе и программы благотворительности, в рамках которой данный турнир проходит. Мы уже в седьмой раз в Рыбинске проводим подобный турнир по настольному теннису наши призы. Четвертый раз в Угличе. Подобную помощь мы оказываем в Ярославской области многим федерациям. Это и футбол, греко-римская борьба, шахматы, плавание, парусный спорт. И ни одна из этих федераций не может нас упрекнуть в том, что мы, начав что-то, закончили, бросили где-то на полпуси. Турнирам жить. А сейчас же кризис. Как вы смогли выделить, найти средства, найти какой-то потенциал, чтобы два дня все эти турниры проходят? Согласен. Но дети, молодежь, это будущее нашей страны. Поэтому тратить деньги на что-то другое, экономить деньги на нашем предоставщем поколении, это тратить деньги в пустую, не заботиться о нашем будущем. Поэтому к компании очень серьезный подход. И детская программа у нас не кончается спортом. Это помощь детским домам. И разные мероприятия школьного, учебного, обучающего направления проводятся у нас и в Угличе на базе нашего музея гидроэнергетики, и в Рыбинске на базе наших энергоклассов. Поэтому дети – наше будущее. И экономить на этом, повторюсь, нам не приходится. Вы затронули самые разные, так сказать, области благотворительной деятельности, но все-таки все практически специалисты говорят, что развитие тенниса в Угличе связано и с филиалом ОАО «Росгидро», и именно с вашим именем, с именем Андрея Дерешкова. Ну, не секрет, что я к настольному теннису имею прямое отношение, к МС в прошлом. Поэтому, да, очень здорово, что получилось, то, что мы начинали еще вместе с Виктором Михайловичем Юрьевым и с его партнерами, коллегами. И сейчас в Угличе есть прекрасный зал, в котором можно тренироваться, проводить соревнования самого высокого, российского уровня, о чем наши старшие коллеги по Федерации настольного тенниса Росславской области не раз упоминают. И, наверное, это здорово, что так все получилось. Спасибо вам большое за этот праздник для детей и юношиства. Спасибо. В первый день состязались юноши и девушки, и конкуренция для хозяев была весьма высока, тем более, что в составе угличан было много новичков. Данил, сколько лет ты уже занимаешься настольным теннисом? В третий год. А как получилось, что ты выбрал именно настольный теннис? Просто я проходила мимо, и там была реклама про теннис, и мне она очень понравилась. Ну и первые тренировки тебе понравилось? А чем вообще настольный теннис тебе понравился с первых занятий? Играть против других и с ними соревноваться. А на эти соревнования как надеешься выступить? Хорошо, на втором месте. Пока получается все? Ну, не очень, не все, но получается. Ну, все ни у кого не может сразу получаться, правильно? Еще надо заниматься и заниматься, чтобы прийти к победам. Но у тебя есть, наверное, настрой, да, победный? Занимаясь настольным теннисом, какие качества появляются у человека? Какие качества дает настольный теннис? Ловкость. Ловкость, робкость и узички. Второй день соревнований собрал уже взрослых мастеров настольного тенниса из 10 городов Ярославской, Вологодской и Ленинградской областей России. Турнир очень хороший, приезжает очень много спортсменов достаточно высокого класса, детский турнир, как я вам слышал, тоже очень хорошо проведен. И взрослых очень много, местных воспитанников, Алексей Скаморохов. И, ну, организация турнира очень хорошая, хорошие столы, инвентарь. В общем, играть получаешь удовольствие. А вы давно знакомы с угличскими теннисистами, с угличским теннисом? Ну, как вот у вас Фокс здесь появился, построили. Вот мы стали, постоянно приезжаем сюда на рождественские турниры, на 23 февраля, на 9 мая. Нам очень нравится. Порадовало, что турнир «Золотое кольцо России» собрал под своими знаменами практически всех любителей нашего города, которые были настроены по-боевому. Дмитрий, турнир довольно представительный. Как вы вошли в него, с кем уже сыграли? Первую игру я сейчас выиграл, было трудно. Мужчина с 7-ми братов, ну, из 4-х партий выиграл. Ну, спасибо «Русгидро», что организовал такой турнир ежегодный. Четвертый раз сейчас играю. Ну, надеюсь, хорошо выступил. Угличане достаточно представительная колония, если можно сказать, угличан, и вы все равно лучший как бы из них. Как надеюсь выступить? Надеюсь хорошо выступить, да, все с угличем у нас сейчас участвуют, ну, и надеюсь, что все хорошо сыграют с угличем. А соперников что-нибудь знаете? Тут и Питер, и Ярославль есть, и Вологда. Не первый раз играем с ними сейчас. Дармо сказать, уже много раз играли. Всех знаем, да, сильные игроки. Будем бороться. На ваших экранах победители турнира во всех возрастных группах. И на этом наш выпуск подошел к концу. А мне остается только поблагодарить нашего постоянного партнера магазин мужской одежды статус за помощь в подготовке этой программы. В магазинах статус вы всегда оденетесь красиво, модно, стильно и недорого. Магазин мужской одежды статус наш партнер. И на этом я, автор и ведущий спортивной подробности Панорама Роман Желтов. С вами прощаюсь с пожеланиями всего самого доброго и наилучшего. И, конечно же, не забывайте заниматься спортом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова